Друзья, всем привет! Сегодня я хочу опять поднять вопрос страхования. Только что звонил, звонили один из моих подписчиков и говорит, было бы прекрасно, чтобы вы подняли вопрос и рассказали, что такое франшиза. Поэтому сегодня, друзья, я хочу вам рассказать, что же такое франшиза, с чем ее едят и какую франшизу лучше всего оформлять. Опять же, все-таки начнем с ОСАГО или же со страхования ответственности. Берем пример автомобиля. Автомобиль, мы всегда страхуем свою ответственность, То есть, наш полис рассчитан на затраты того, кого мы зацепили, ударили или же кто пострадал в результате наших действий. Если мы оформляем полис обязательного страхования ответственности ОСАГО и берем франшизу 2,500, ну, например, франшиза 2,500, что такое франшиза? Франшиза 2,500, сразу же хочу продлить далее свою мысль, это та сумма, которую платит виновник ДТП. Все остальное берет на себя затем страховая компания, кроме, конечно, расходов на полицию, на затраты суда и так далее. Это все оплачивает виновник ДТП. В случае, если же франшиза, вы приобрели полис и взяли нулевую франшизу, он, конечно, стоит дороже, но и тогда затраты на ремонт чужого автомобиля или затраты на лечение человека, который пострадал в результате ваших действий или нарушение дорожно-транспортного движения, нарушение правил ПДД в результате чего кто-то пострадал, тогда все затраты берет страховая компания, но здесь тоже есть лимит. Страховая компания берет затраты не те, затраты в сумме 390 тысяч гривен. Это 130 тысяч на автомобиль и 260 тысяч на здоровье пострадавшего. Но если не хватает этого лимита, все остальное будет доплачивать виновник. Виновник ДТП. Тот человек, который ввел другого в растраты. Есть еще, в страховые компании еще предлагают увеличение лимита. Это будет определенная и уже отдельная сумма доплаты. Здесь можно увеличить лимит, ну, вплоть до миллиона. Так сказать, любой каприз за ваши деньги. Увеличение лимита на 50 тысяч будет стоить 150 гривен. И чем выше, тем более. Это все приплюсуется потом к вашему, к сумме вашего ОСАГО. Точно так же некоторые, даже говорю не некоторые компании, а многие предлагают мини-каско. Мини-каско. Здесь франшизы нет. Если вы хотите увеличить, если вы хотите свою, свой автомобиль застраховать на 50 тысяч гривен, будет определенная сумма, которую вы должны оплатить, но здесь уже франшизы нет. Точно так же франшизы есть и в других объектах страхования. Если вы страхуете жилье, если вы страхуете путешествия, за рубеж, значит, здесь у вас точно так же везде стоит франшиза. Если франшиза ноль, значит, все на себя берет страховая компания. Вот это то, что я хотела сегодня, друзья, вам рассказать. Рассказать о франшизе только же, ну, как раз по горячим средам. Только что позвонил мне подписчик и говорит, было бы прекрасно, чтобы вы рассказали о франшизах. Друзья, рассказала, что такое франшизы. Страхуйтесь. Главное, чтобы не было страховых случаев в жизни. И всего наилучшего. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Счастливо.